Привет, друзья! С вами Фрост, и вы смотрите очередной выпуск информационной программы новостей Apple. Сегодня в выпуске речь пойдет о количестве проданных Apple Watch, новых подробностях об iPhone 8 и многом другом. В Apple готовят новое поколение фирменной медиаприставки Apple TV, которая может дебютировать одновременно с новым iPhone. Подтверждение тому было обнаружено в коде прошивки HomePod. По словам разработчиков, Apple TV пятого поколения может получить долгожданную поддержку 4K-видео, а также стандартов Dolby Vision и HDR10. Также в коде программного обеспечения для умной колонки HomePod удалось найти информацию о возможностях камер iPhone 8. По видимости, новый смартфон может снимать 4K-видео с частотой 60 кадров в секунду. При этом такими возможностями будет обладать как основная, так и фронтальная камера. Как стало известно на этой неделе, камера iPhone любого поколения способна вести прямую съемку солнечного затмения без риска выйти из строя. В отличие от подавляющего большинства устройств конкурентов, чувствительных к испепеляющему свету, смартфонам с Купертино не требуется специальный фильтр, чтобы запечатлеть данное явление природы. Об этом рассказали представители Apple в интервью The USA Today. Новый iPhone действительно может стать первым смартфоном компании без дактилоскопического сканера за последние 5 лет. Судя по опубликованным инженерным чертежам, конструкция в будущей новинке не предусматривает свободного пространства, которого оказалось бы достаточно для размещения модуля Touch ID. Поскольку почти всю переднюю панель нового iPhone займет дисплей, единственным биометрическим модулем, для которого найдется место, станет сканер первого ID, предназначенный для распознавания лиц. Установить Touch ID сзади, в свою очередь, не представится возможным из-за встроенного модуля беспроводной зарядки, который для наилучшей проводимости энергии будет вплотную прилегать к тыловой панели. Также намеки на то, что с выходом нового iPhone приоритетным методом разбранкировки станет технология распознавания лиц, содержится в прошивке колонки HomePod. Судя по всему, в Купертино планируют вывести данный метод идентификации на новый уровень, научив устройство узнавать лицо своего владельца под любым углом. Помимо чертежей, на этой неделе в сети появились изображения iPhone 8 в чехле. Оно иллюстрирует все раннеизвестные утечки – большой OLED-дисплей, отсутствие кнопки Home на передней панели и разделенную верхнюю статусную панель. Наверху также можно заметить модуль системы распознавания лиц. Снимками прототипа нового iPhone потелились и коллеги из Italian Mac, а прототип, попавший в их руки, предназначен для производителей аксессуаров. Именно с его помощью должны были производиться новые чехлы и док-станции. На фотографиях можно заметить, что слот для сим-карт спустился ниже, а кнопка включения стала более вытянутой. Также появился смарт-коннектор, который ранее встречался только в iPad Pro. Если ему действительно суждено появиться в iPhone 8, вероятно, он будет служить для подключения умных аксессуаров. За все время своей отчетности Apple ни разу официально не сообщила, сколько умных часов ей удалось продать. Поэтому все данные мы узнаем от аналитиков. В новом отчете «Стреча Дианалитик» сообщается, что в прошлом квартале корпорация продала почти 2,8 миллиона Apple Watch, что на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Все же, в 2015 году продажа умных часов Apple составила 13,6 миллиона устройств, в 2016 — 11,6 миллиона. Что касается позиции Apple среди других производителей умных наручных устройств, то здесь компания пока находится на третьем месте как по продажам, так и по доле рынка, уступая Xiaomi и Fitbit. Последнее, вероятнее всего, скоро поменяется с Apple местами, поскольку который год подряд отмечает снижение количества проданных устройств. По информации от Bloomberg, в конце этого года начнется производство новых часов Apple Watch. Самое интересное, что часы могут стать действительно абсолютно новыми и будут сильно отличаться от предыдущих моделей. Первое отличие — это поддержка LTE, которая, по данным аналитиков из Bloomberg, появится в Apple Watch. Согласно этой информации, чипы для работы с LTE будет поставлять компания Intel. Кроме того, Apple ведет работу с операторами сотовой связи для того, чтобы обеспечить Apple Watch поддержкой сотовой передачи данных. Также имеется информация о том, что Apple Watch в этом году предстанут в совершенно новом — в форум-факторе. Подробности не разглашаются, но очевидно, что изменится дизайн часов, который не изменялся самой первой модели. А на этом все. Новости недели подошли к концу. Ждите следующий выпуск ровно через неделю. Пока-пока!